Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. Сегодня мы будем делать обзор 21 главы этой книги. Христианские экзегеты сообщают нам, в данной главе приводится ответ Иова на речь Сафара, в которой он меньше жалуется на свои обиды, чем в предыдущих рассуждениях. Увидев, что друзья не были тронуты его жалобами и не стали сочувствовать ему, он подходит ближе к основному вопросу, из-за которого между ними возник спор. Друзья утверждали, что внешнее процветание и его продолжительность были знаком истинной жизни, ее истинных сторонников, в то время как прекращение процветания человека достаточно, чтобы доказать, что он является лицемером, хотя никакие другие факты не свидетельствуют об этом. Иов отвергает эту точку зрения. Первое. Его вступление должно было тронуть их и привлечь внимание. Вступление – это с первого по шестой стих. Далее экзегеты уточняют. Его речь должна была убедить их в ошибочности собственного мнения и побудить исправить ошибку. Он признает, что иногда Бог подвешивает нечистивца, словно в цепях, чтобы напугать других некими видимыми поразительными судами в этой жизни. Но он, Иов, отрицает, что Бог всегда так делает. Более того, Иов придерживается той точки зрения, что обыкновенно он, Господь, поступает по-другому, позволяя наихудшим грешникам наслаждаться в течение всех дней своей жизни процветанием и покинуть этот мир без каких-либо видимых знаков его Бога гнева, пребывающего на них. Иов описывает великое процветание нечистивцев. Это с 7 по 13 стих. С 14 по 16 стих он показывает их великую нечистивость, в которой они ожесточаются из-за своего процветания. Они в этом видят как бы некую безнаказанность. Далее. Он предсказывает их гибель в конце жизни, но после долгой отсрочки. Об этом 17 по 21 стих. Отсрочка нужна людям, что, может быть, они покаются. Такая отсрочка называется в Библии долготерпением Божьим, который ведет нас всех к покаянию. Иов обращает внимание на великое многообразие путей Божьего проведения по отношению даже к плохим людям. Об этом с 22 по 26 стих. Он опровергает основание их суровых обвинений в его адрес, показывая, что уничтожение нечистивых хранится для иного мира, и что в этом мире им часто удается его избежать до самого конца. Стих 27 и до конца. Итак, первый раздел, 21 главы книги Иова. Здесь его Иова, вступление, должно было тронуть их, его друзей и привлечь их в сердечное расположение. И мы читаем с первого стиха и ниже. «И отвечал Иов и сказал». Здесь мы наблюдаем как бы некую такую тавтологию. «И отвечал Иов и сказал». Какое слово избыточное? «Отвечал или сказал». На самом деле все слова на своем месте, как это всегда в Священном Писании, отвечал этим людям, обращаясь через них ко всем другим. Второй стих. «Выслужите внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас». Я сам обратил внимание, отцы и братья и сестры, что великим утешением для многих верующих является даже не то, что мы им говорим, а то, что мы их слушаем. Какая-нибудь пожилая женщина, пожилой больной мужчина. Для них быть услышанными значит больше, чем получить какое-то назидание. И когда Иов говорит, «Выслушайте внимательно речь мою, и это, то есть уже это, будет мне утешением от вас», это не игра слов. Действительно так происходит. Если человек нам что-то рассказывает о себе, а мы слушаем, и ничего как бы не делаем, ничего не говорим, мы совершаем очень важное дело. Мы проявляем внимание к этому человеку, которого давно уже никто не слышит, ни дома, ни на улице, никто не хочет обращать на него внимание. В толковой православной Библии сказано, «Внимательное отношение друзей к речам Иова – показатель того, что они придают им известное значение, не считают пустыми, брошенными на ветер словами. Это и доставит утешение страдальцу, скорбящему от противоречий друзей, насмешек над ним». Действительно, наверное, это самая печальная ситуация, когда мы терпим бессердечие со стороны тех, на которых мы имеем видо опираться, когда нам будет тяжело, когда сами друзья начинают поносить и злословить нас. Далее третий стих. «Потерпите меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайся». Здесь он сначала обращается к ним во множественном числе, а в конце этого стиха говорит в единственном числе. И в православной толковой Библии говорится, может быть, даже Сафар, внимательно выслушав речь Иова, прекратил свои насмешки после того, как поговорю, насмехайся. то есть если после всех моих аргументов, возражений вы не хотите успокоиться, как бы говорит Иова, но вы свободные люди. Далее, с 4 по 6 стих. «Разве к человеку речь моя? Как же мне не малодушествовать?» Немножко непонятно. Казалось бы, его речь к человеку и не к одному, она обращена к разным его друзьям. Но на самом деле не так все просто. Через них он как бы хочет докричаться до Бога. «Разве к человеку речь моя? Как же мне не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое». Действительно, когда человек начинает говорить, он немножко как бы отстраняется от своей главной беды, особенно если это пространная речь. Но как только он перестает, действует таким образом, все проблемы, они остались с ним. «Разве к человеку речь моя?» Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, так объясняет эти слова. «Кто угодил Богу, не угодив людям, не имеет никаких оснований для печали?» То есть, если ты собеседуешь с Богом, и при этом ты не можешь угодить людям, ничего страшного в этом нет. «Но тот, кто, угождая людям, вызывает недовольство Бога или думает, что он не угодил и Богу, и людям, если печаль не постигнет его, доказывает отсутствие мудрости. Теперь благословенный Иов считает, что он вызвал недовольство Бога в разгар полученных ударов и, следовательно, его ум в печали об этом, поскольку он не пренебрегает тем, чье недовольство он боится вызвать», то есть, недовольство Бога. «Теперь, если бы он был поруган человеком относительно достоинств своей жизни, он не имел бы никакого повода, чтобы почувствовать печаль, но постигшие его удары свыше, то есть с неба, от Бога, заставили его сомневаться в своей прошлой жизни, и он справедливо испытывает печаль от бедствий». Далее, седьмого по тринадцатый стих, Иов описывает великое процветание нечестивых, ни больше, ни меньше. Седьмой стих. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?» Казалось бы, он собеседует с друзьями, но он задает такие вопросы, которые явно адресованы к Богу. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?» Блаженной памяти Ирей Даниил Сысоев пишет. «Вы скажете, Иов возражает друзьям, что воздаяние всегда совершается, но это не так. Кстати, сегодня мы это видим. Посмотрите по телевизору новости. Беззаконники, разве все в тюрьмах сидят? Почему-то нет. Все больше в правительстве. У них и дети перед глазами, и внуки, они довольны жизнью. Зла Божия на них как бы нет, и наказания никакого. Живут себе и ничего». Конец цитаты. Далее восьмой стих. «Дети их с ними, перед лицем их, и внуки их перед глазами их». Почему здесь говорится о детях и внуках? Казалось бы, что плохого в том, что есть дети и внуки? Дело в том, что нечестивые иногда рассуждают так. «Да, я что-то сделал неправильно, но я это делаю не для себя, я не эгоист. Я делаю это для этих прекрасных детей, для этих чудесных внуков». И как бы оправдано любое нечестие в глазах такого человека. Далее Иов говорит, «Да мы их безопасны от страха, то есть они охраняются, и нет жезла Божия на них, как бы никто не командует над ними, вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает, как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают». То есть такая букаллическая и идеалистическая картинка, все это на лоне природы. «Восклицают под голос тимпаны и цитры и веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю». Что значит «мгновенно»? «Не испытав даже страха». В блаженной памяти Ирии Даниил Сосоев пишет, «То есть эти люди до самой смерти благоденствуют, затем сходят в преисподнюю. В этом ли была разница между праведниками и грешниками до прихода Господа? Да никакой разницы не было. Все шли в преисподнюю, праведники и грешники». Отец Даниил Сосоев совершенно прав. До того, как Христос не взял на себя грехи мира, одна была участь у разных людей. Далее идет раздел с 14 по 16 стих. «Он показывает их великую нечестивость, в которой они ожесточаются из-за своего процветания». То есть тот факт, что у них все хорошо, их убеждает в том, что ничего плохого они не делают. И мы читаем с 14 стиха и ниже. «А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих». То есть они как бы боятся, что Бог может им помешать. И далее он передает их мысли, их слова. «Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? И что пользы прибегать к Нему? Видишь счастье их, не от их рук, делает вывод Иов. Совет нечестивых будет далек от меня». То есть они не понимают, что если бы Вседержитель не дал бы им хорошего зрения, хорошую память, крепкие руки, смекалку, они не смогли бы создать все то, что они создали. И если что-то создав, они не благодарят за это Бога, они нечестивцы. И тот вывод, который делает Иов, «Свет нечестивых, будь далек от меня», это такая аллюзия, возникает. Псалом 1, царя Давида, с 1 по 4 стих, читаем, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, воле его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром». Поэтому Иов делает совершенно правильный вывод, видишь счастье их не от их рук, то есть это Господь проверяет их этим богатством, богатство, это бывает как некое поручение от Бога, с которым мы справляемся или нет. «Совет нечестивых, будь далек от меня». Такой девиз должны иметь и мы с вами. Толковая православная Библия уточняет, «По своему поведению грешники не заслуживают счастья». Здесь еще одно объяснение к этим словам. «Счастье их не от рук их», так как сознательно, они же говорят, не хотим знать, отвергают Бога. Указанный им, человеку, образ жизни, путь, они считают бессмысленным и служение ему чем-то излишним. И если оно им дается какое-то благо, то, очевидно, вопреки теории друзей о земном мздо воздаянии, фактом благоденствия нечестивых такая теория опровергается. Счастье дается грешникам легко, служение Богу трудно. И тем не менее, Иов не желал бы быть на их месте. совет нечестивых, будь далек от меня, восклицает он. Далее, 17 по 21 стих, Иов предсказывает их гибель в конце жизни, но после некоторой отсрочки, скажем так. «Часто ли угасает светильник у беззаконных и находит на них беда, но он дает им в удел страдания во гневе своем? Они должны быть как соломинка перед ветром и как плева уносимой вихрем». Да, у них все как бы в жизни нормально, но это как раз может говорить об обратном. Я, например, это называю равнодушием небес, когда человек грешит и благоденствует, благоденствует и грешит. Это значит, ему даже уже приговор не выносится, он уже вынесен. И противоположность такому состоянию верующий всегда получает по полной программе, как только что-то сделает не так. И вот этот вывод Иова, они должны быть как соломинка пред ветром и как плева уносимой вихрем. Подобное мы встречаем в Евангелии от Матвея 3.12. Это слова Иоанна Крестителя о Христе. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Лопата для гумна – это когда берут и подбрасывают зерно, чтобы все ветки какие-то, вся солома, весь мусор улетели в сторону и осталось бы только зерно. Далее 19 стих. «Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье, его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал». Вот эта фраза, конечно, она очень резкая. «Бог бережет для детей его, несчастье его». То есть Бог будет наказывать не его, а его потомков. Поэтому то, что он не получает наказание, это ляжет на его потомство. И основание для таких мыслей есть. В книге «Исход» 20 глава 5 стих сказано «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Далее 20 стих «Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева вседержительного». То есть это лучше, чем потом его потомство будет расплачиваться за него. Это и лучше для самого человека, потому что претерпев что-либо в этой жизни, он не будет отвечать в жизни другой, потому что действует принцип, что заодно дважды не наказуем никто. Поэтому вот эти слова «Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева вседержительного, и желает им блага». Наказание делает человека невиновным. И в книге пророка Наума 1 глава 9 стих сказано «Что умышляете вы против Господа? он совершит истребление и бедствие уже не повторится». То есть если Господь наказывает, он наказывает один раз, а не так, как люди наказывают друг друга, добивают до конца, как о злых бесах говорят, что бесы пленных не берут. 21 стих «Ибо какая ему забота до дома своего, после него, когда число месяцев его кончится». То есть, хотя эти временные блага, они приносят вдохновение ему, но это все очень и очень быстро пролетает. Далее идет отрывок с 22 по 26 стих «Иов обращает внимание на великое многообразие путей Божьего проведения по отношению даже к плохим людям». Мы иногда думаем, что Божье проведение, оно руководит только нами, православными христианами, но это, конечно, далеко не так. И мы читаем «Но Бога или учить мудрости, когда Он судит и горних, Бог судит даже ангелов небесных, горних, и как мы можем вносить Ему суд, если Он начинает судить нас, земных и павших? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойной, мирной, внутренности его полны жира и кости его напояны мозгом, а другой умирает с душою огорченный, не вкусив добра, и они вместе будут лежать в опрахе, и червь покроет их». То есть смерть неизбежна, наказание неизбежно, но здесь Иов рассуждает как ветхозаветный человек, когда не было надежды на то, что кровь тельцов агнцев, козлов очистит людей от их прегрешений. Далее с 27 стиха до конца Иов опровергает вот эти суровые обвинения в его адрес, показывая, что уничтожение нечестивых, они как бы вот эти уничтожения, наказания, они хранятся для другого мира. И что действительно в этом мире им нечестивым удается иногда избежать наказания. Но только не за грубом. 27 стих и ниже. «Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете. вы скажете, где дом князя и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников и незнакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощежон бывает злодей, а день гнева отводится в сторону, то есть для него? То есть могут быть пострадавшими благочестивые, благоверные князья, но беззаконные как-то обходят всё, но это до времени. 31 стих по 34 «Кто представит ему при лице путь его?» То есть кто может человеку показать его путь от начала до конца? И кто воздаст ему за то, что он делал, то есть в этой жизни? Потому что только Бог, как сердцеведец, он судит не только наши поступки, но прежде всего наши намерения. Его провожают к гробам и на его могиле ставят стражу. Сладкие для него глыбы долины и за ним идёт толпа людей, а идущим перед ним нет числа. Мы видим, что Иов как бы наблюдает такую процессию, и вот тут вот эта фраза «Сладки для него глыбы долины» – это надгробные камни. Он избежал гнева человеческого, гнева Божия, такой нечестивец, как ему кажется. Но даже за этими глыбами погребальных камней он не сможет спрятаться от божественного правосудия. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остаётся одна ложь. Иов обнаружил их несправедливость и ложь по отношению к себе. Хотя во многом его друзья говорят истину. главный в чём они ошибаются – это те обвинения, которые они возводят на праведного человека. Итак, сегодня мы сделали обзор 21 главы. «Если будем живы, Господь позволит», в следующий раз будем читать 22 главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Акзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах и берегите себя.